Добрый день! Некоторое время назад у меня попала в руки книга, это учебник, решебник, задач по математике для выпускников школы. Для выпускников 12 класса, тех кто хочет в дальнейшем учиться, поступать в колледжи, институты, университеты. Я сделал небольшой обзор этой книги, к сожалению, сейчас у меня ее уже нет, но сам обзор сохранился. И вы можете посмотреть, какие задачи, какой уровень сложности владения математикой требуется для того, чтобы поступить в местный австралийский вуз. Вот этот учебник, о котором я вам говорил. Учебник для тех ребят, которые оканчивают 12 классов, заканчивают школу и которые хотят поступать в вузы, где нужно сдавать математику. Я вам сейчас покажу оглавление. Так, вот оно. Ну, в принципе, особо ничего нового здесь не видно. Вот. Интересно заметить, что здесь часто школа использует знания или предлагает какие-то новые штуки изучать на примере из жизни. И вот четвертый пункт как раз пример того, где мы видим, что несколько пунктов – это применение математических знаний в обычной жизни. Так, ну, я уже довольно давно школу заканчивал, поэтому я не уверен на 100%, что эти пункты, которые мы видим здесь, во всяком случае экспоненциальные и логарифмические функции в том виде, здесь предлагаются каком, предлагаются на, скажем так, постсоветском пространстве. Интегралы. Вот два, даже три пункта – это точно чего не было. Статистика и распределение. Мы видим седьмой пункт. Восьмой пункт. Я не знаю, как переводится «inferential statistics», но судя по тому, что здесь описываются примеры распределения, тестирование гипотез, то это, мягко говоря, как по мне, то это не школьная программа. Ну, здесь этим занимаются ученики. Так, решение систем линейных уравнений и матрицы. Сам учебник построен довольно-таки интересно. Дизайнеры постарались. Примеры, примеры, примеры. Группа, задач, точнее, группа примеров сопровождается примерами с решениями. Довольно много графического материала. Я еще скажу о нем немножко. Так, ну, мы видим, что учебник в использовании довольно-таки интенсивным. Очень много графиков. Кстати, обратите внимание, графики... Ладно, сразу скажу. Эти графики... Вот этот, этот, вот этот. Это графики... Ну, скажем так, это скриншоты. Скриншоты с одного устройства. Сейчас я вам это устройство покажу. Вот такой калькулятор. Этот девайс является обязательным устройством для любого школьника, старшеклассника или любого товарища, который хочет поступить в ВУЗ. То есть, вот эти все задачи решаются на подобных калькуляторах. Здесь даже мы видим их на обложке. Это специальный калькулятор, который позволяет выполнять необходимые операции быстро, необходимые расчеты, особенно то, что связано со статистикой. Они рисуют сразу график. Тут довольно много функций. На этом экране рисуется график. И позволяет решать задачи, скажем так, те, которые на бумаге бы затребовали полчаса, час, может быть, больше времени. Они решают их за несколько минут. Если, как мне знающий человек сказал, ребенок пришел, например, на экзамен, у него этот калькулятор сломался, допустим, батарейки сели, то ему тут же выдадут новый. Не обязательно той же модели, но сдавать экзамены без такого калькулятора – это нереально. Ну, такой вот учебник. Кстати, ну, интересно даже посмотреть новые разделы, новые, как для меня, для учебной программы. Сейчас посмотрим. Так. Что нас интересовало? 117-я страница. Что оно здесь такое? Примеры. Применение дифференциальных расчетов. Как же их можно применять? Так. Rate of change. Ну, честно говоря, я думал, что это немножко проще материал. До сих пор в моем понятии было. Интересно. Так, я просто дам возможность прочитать, кому это интересно. Это для тех, кто заканчивает школу. Это математика. Это математика. Было бы интересно увидеть учебник по физике аналогичный. Ну, это вроде как понятно, что дальше пошло. Что нас ничего интересовало? Меня интересовало. Так, 245. А, ну и дальше. По сути, получебник от того, что раньше, в принципе, я бы и не догадался, что оно в школе преподается. Так, статистика. Ну, основные концепции статистические. Это, я так понимаю, для двоечников. И пошли примеры. Вот, кстати, калькулятор вот этот используется для того, чтобы вот такие массивы данных прямо в него вбивать. И он подсчитает. Вот, например. Он подсчитает частоты, среднее значение, медиану. Вот эти вот графики он тоже строит. Как я понял, то эту технику должен уметь использовать ученик. То есть даже не 12 класса, а раньше. Я не знаю, с какого класса. Так, ну вот пример. Восьмой, как мы видим. Что здесь? Ну, мне здесь подозрение, что для многих взрослых это тоже будет темный лес. Для ряда чисел несортированного нужно подсчитать медиану, верхний квартель, нижний квартель. И какое-то соотношение. Не знаю, какое. И вот, пожалуйста, все это подсчитано. Чуть-чуть пропустим. Это все статистика и распределение. Так, вот мы к распределениям вероятности пришли. Вот, пожалуйста, опять же, с калькулятора график. Ну, когда-то я считал сложным эта таблица Брагиса. Следующий. Другой вид статистики. Эта статистика, как я понял, уже больше относится к расчетам, связанным с людьми, с популяцией. Ну, вот, поехали. Цифры, цифры, цифры. Некоторые вещи я по роду своей деятельности понимаю, что здесь написано, но в голове не увязывается, что это относится к учебе школьника. Обычно это с чем-то уже на уровне даже не просто высшей математики, а именно статистикой уровня ВУЗа. Ладно, пролистнем немножко больше, быстрее. Гипотезы пошли. Это уже линейное уравнение. Ну, линейное уравнение, это понятно. Такое было. Что-то у нас осталось у матрицы. Это я не помню, было в школе или нет. По-моему, не было. Но у меня не было. Это было у меня на первом курсе института. Так, ну, в общем, это ответы. Нечебник с ответами, что не может не радовать. Вот такая вот книжечка. К ней есть решебник. То есть все те же задачи, только они все-таки расписаны. Не только ответы, а как мы эти ответы получили. Ну, в общем, полезная очень книжка. Не очень часто и пользовались, судя по всему. Ну, в общем, есть такое. Итак, у нас есть учебник, как мы видим. Есть к нему материалы с готовыми решениями. И есть вот такой калькулятор. Это, как говорится, must-have. Те, кто заканчивает здесь школу, 12-летку, и собираются поступать в ВУЗы. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok